Фестиваль бывает редко раз в году, но это праздник, праздник для Хвалынска, особенно для художников. Я художник, ну, самобытный художник, то есть я пишу тоже картины. Приехала в Хвалынск 20 лет назад. И я так рада, что старость надо проживать именно в таких городках, как Хвалынск. С радостью, с задором и заниматься любимым делом. Конечно, не все имеют возможность переехать туда, где можно заниматься любимым делом. Но такие фестивали, как Хвалынские этюды, помогают художникам-пейзажистам хотя бы раз в году, в разгар лета, окунуться в атмосферу беззаботности, оставить в стороне повседневные заботы и писать красоты Хвалынского края, известные на всю страну. Хвалынским пленэрам уже 30 лет. Все эти годы именно в этот небольшой городок съезжались художники со всей страны, чтобы запечатлеть красоты этого края и постичь принцип сферической перспективы, которую часто изображал Петров Водкин. 30 лет ездили художники, сейчас уже третий год продолжается, новые поколения Next продолжают вот эти вот традиции, заложенные когда-то группой художников саратовских. Во-первых, это родина Петрова Водкина, во-вторых, наши удивительные окрестности. Вот эта местность такая вот холмистая, гористая, где планы равноудалены. Тут нет прямой перспективы, вот Петров Водкин ведь сферическая перспектива и своя знаменит. Она родилась здесь, мы все родом из детства, она родилась из наших пейзажей замечательных. На любую гору вы войдете, если взойдете на любой холм, на любую гору, то все планы от вас будут равноудалены. То есть вот эта вот сферичность необычная. То есть представьте себе чаша, чаша накрыта трех-четырех шарем небесного свода, и внутри шара, причем шара полого, как он говорил, с обратной вогнутостью. То есть это вот, говоришь, наша вселенная создана по типу полого шара. Это не просто вот такой вот, ну, огромный мир, а это целая вселенная для художников. Само название «Хвалынские пленеры» не совсем точно отражает то, что здесь происходило за эти 30 лет. Это была не просто работа художников над картинами, это было духовное взросление каждого мастера, в котором главное – поиски смыслов. Раньше у нас был определенный нам смысл сверху, да, маршрут, остановки на этом маршруте. Важно было только шагать в ногу, и можно было дойти до какой-то цели. Когда в годы перестройки эти цели все отменили, нужно было каждому самому эти цели рождать, рождать маршрут. И вот как раз эти пленеры зародились в 80-е годы, в 88-м году. Первая такая большая группа, поездка творческая была. То есть, как раз вот эти художники, они искали смыслы. Не дня без наброска. Именно таков принцип тех художников, которые приехали на творческий фестиваль. Они целую неделю жили в Хвалынске и писали свои картины, тоже постигая смысл творчества, жизни, самореализации. Причем поколение «Некст», как называла молодых художников заведующая галереей, еще и набиралось опыта у мастеров кисти. Были художники из разных регионов, из Москвы, из Уфы, из Казани. Новые друзья, новые общения. Это очень интересно. К тому же, московские художники, у них абсолютно другой стиль написания картин, чем у саратовских. Это тоже интересно. Немного тоже взяла отчет от них, а не от нас. Мы оказываемся в сжатых рамках, ну, недели-две, поэтому, конечно, пейзажи. Хотя там есть и жанровые сцены, великолепный народ гордых Хвалынска, великолепные отношения везде, повсеместно, куда бы мы ни обращались, добрые, человечные люди. Поэтому, может быть, и жанровые сцены были бы нам тоже интересны, чего бы нет. Для учащихся, ну, это, во-первых, оказаться в новых условиях, увидеть великолепную колористику, познакомиться с красотами родной земли. И самое главное, получить возможность работать с натурой. Потому что под Саратовом, наверное, подобного изобилия не так много. Выбор мотива, пластики, Хвалынска в этом отношении просто благодатная земля. Лучшие работы за три десятка лет представлены в отремонтированной картинной галерее, реставрация которой длилась пять месяцев и завершилась к заключительному дню фестиваля. А вообще, этому зданию больше 150 лет, и никогда оно не знало капитального ремонта. Заведующая музеем уверена, что жизнь галереи продлили еще как минимум на 50 лет. На наш город вообще до революции называли городком художников, и поэтому наш музей связан с художниками, которые сюда приезжают. То есть он с краеведческим таким вот уклоном, как бы экспозиция его. И она такой задумывалась и продолжается такой. Работы художников, которые целую неделю писали свои этюды, можно было приобрести за символичную плату на выставке продажи, которая развернулась на центральной площади Хвалынска. И картины разлетались по разным городам нашей страны, потому что на фестивале было много иногородних гостей. Такая искра пробежала, я сразу ее схватила, она мне очень понравилась. Хотя я немного понимаю в искусстве в этом, но очень понравилась. Хотелось вклад нести свой посильный. В прошлом году Хвалынские пленеры превратились в фестиваль, а это значит множество площадок для развлечения гостей праздника. Особенно радовались дети, для которых работали не только бесплатные аттракционы, но и необычные мастер-классы. Я побывала на мастер-классах, посмотрела картины, картины очень красивые. Я походила еще не по всем площадкам, поэтому сейчас я пойду раскрашивать пряники. Я сделала браслет. Ребята и взрослые с удовольствием раскрашивали тарелки, воздушных змеев и вкусные прянички. Делали своими руками игрушки-обереги, изготавливали из кожи браслеты и брелки. А чуть поодаль все желающие могли поучаствовать в сборке красного коня из картонных деталей. Красный конь символизирует знаменитую картину Петра Воткина. То, что художник здесь родился, вырос и, ну, в принципе, праздник в некотором смысле ему посвящен тоже. Сколько деталей в этом коне? В этом коне всего лишь семь деталей, немного, как раз, чтобы удобно было детям собирать. Высота метр двадцать, если не ошибаюсь, ширину метр восемьдесят. Красный конь, сошедший с картины Петрова Воткина «Купание красного коня», стал своеобразным символом фестиваля. Его изображение везде, и даже столичные гости учли это при выборе подарка для всех жителей Хвалынска. Очень хороший прецедент, когда ты делаешь полезную вещь для города, ну, как в данном случае беседка, да, как бы, то есть ты не даришь... Нет ничего хуже, наверное, вы по себе знаете, да, когда тебе дарят бестолковые подарки. Ты не знаешь, куда их сунуть, из квартиры выкидываешь, да. И когда подарок функционален, а что может быть функциональнее городской беседки? И плюс еще он отражает, да, как бы, некие символы, в которых ты живешь, в данном случае красного коня. Мне кажется, такое это идеальное совпадение. И я очень надеюсь, что это действительно станет одной из, ну, неких, да, как бы, таких очень добрых и очень родных, очень близких символов для каждого жителя города Хвалынска. Еще один главный символ фестиваля – сам художник Кузьма Петров-Воткин. В честь его велопутешествия в Европу организаторы устроили настоящий костюмированный велопробег, в котором приняли участие как хвалынчане, так и гости из других городов. Ну что ж, старт данный, я вижу, уже первая, первая партия наших велосипедистов отправилась в свое путешествие. Ну, мне очень хочется поучаствовать в этом велопробеге, ну, чтобы, как бы, чувства свои, ну, испытать. Ну, мне было интересно поучаствовать не как в гонке, а поучаствовать просто на карнавале, почувствовать, как это, проехаться просто так. Ну, тут мне нравится то, что тут поют, танцуют, всякие ярмарки я смотрю, народ очень много, смотреть, как бы, всяких участников, сам карнавал. Завершился фестиваль выступлением столичных артистов, как, собственно, и должен заканчиваться праздник. Ихвалынск замер в ожидании следующего года, когда на этой необыкновенной земле вновь соберутся художники со всей страны, чтобы почувствовать себя частью вселенной, частью этого удивительного места, которое открывает сферическую перспективу, которое показывает, каким может быть колорит, каким может быть пространство. У нас есть удивительная возможность почувствовать себя живыми, интересующимися и актуальными сегодня.